Взрыв на Светлоярской серия вторая. Сегодня спецслужбы брали штурмом квартиру обвиняемого в незаконном обороте боеприпасов. Вчера, как мы сообщали, два слесаря спустились в подвал дома номер 36 по улице Светлоярской и там сработало взрывное устройство. Взорвалось немгновенно, они успели отбежать на некоторые расстояния, но все равно пострадали и были госпитализированы. По предварительной информации был обнаружен схрон оружия. Спустя сутки установлен владелец, житель этого же дома. Михаил Неведомский сдаваться отказался, забаррикадировался у себя в квартире и его решили брать штурмом. Всех жителей опять, как вчера после взрыва в подвале, снова эвакуировали. Где-то весь дом оккупировали, милиции начинали. Вчера слесаря в подвале гранату какую-то пинули, которая как-то взорвалась случайно. А сегодня-то что-то он там опять замутил, друг этот. И оружие что-то у него там все есть, как говорится. Он забаррикадировался, говорят. Да, он забаррикадировался, он дверь не открывал, естественно. Взломали дверь ОМОН, его сразу скрутили, замотали во что-то в черный его, когда вытаскивали. Это подвал жилого дома номер 36 по улице Светлоярской. Вчера в этом подвале произошел взрыв, после которого сотрудники полиции обнаружили в одном из сараев местных жителей целый схрон с оружием. Я сегодня ушла спокойно из дома и даже не знала, что вторая серия будет после вчерашнего. Они всех нас выгоняли к сараю, покажите свои сараи. Мы все сарай тут показывали, а то ли его не было, не знаю. Опять вечером ходили сарай, открывали, а его сарай, его, видимо, никто не вышел, и сарай был закрыт. И вот началось вот с этого сарая. Никто не знал сначала, никто не знал, пока не обнаружил собаку скрона оружия, и стали объяснять, вот этот человек как раз вот он. Именно в этой квартире проживал хозяин сарая, где и хранилось оружие. Местные жители говорят, что это был скрытный, довольно одинокий человек. Сегодня эту квартиру брали штурмом. Ну, парень жил один-одиночка, ему за 40 лет одинокий. Ну, в таких условиях, поживи-ка один, вот чукнулся, у него какие-то мысли зародились, все говорил. Вот вас всех скоро, вас всех уничтожат, вас всех уничтожат. Он слышал горячие тучки. Он никогда никого не впускал, он волк один мочко, он ни с кем не разговаривал, не здоровался. Вот пройдет квартиру, и обратно, и все. Ни с кем не общался. У него даже домофона нет. У нас у всех домофона, а у него домофона не было. По ночам, говорит, он все не спал, все ходил по подъезду, хлопал дверями. Чего? Вот он по ночам это дело изобретал. А почему его сразу не обезвредили? Вчера же была уже информация про гранату. Не сложно. Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений управления Росгвардии задержан подозреваемым незаконным обороте боеприпасов. Им оказался местный житель 1973 года рождения. При задержании мужчина сопротивления не оказывал. И в его квартире не обнаружено предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих. В настоящее время проводится осмотр квартиры правонарушителя. Мужчина допрашивается дознавателем отдела полиции. Кстати, Михаил Неведомский сейчас задержан. Возбуждено уголовное дело. Его могут ждать до четырех лет лишения свободы.